В столице завершается Якутский международный кинофестиваль. В конкурсную программу вошли 16 работ, оценивают игровое и документальное кино. Представлена также широкая вне конкурсная программа. Свои работы презентовали режиссеры из 12 стран мира. За ходом кинофестиваля со дня открытия следит наш корреспондент Ниргуяна Васильева. Так быстро пролетели 4 кинофестивальных дня. Было множество показов конкурсных и внеконкурсных работ, а после бурное обсуждение. Так приятно, что члены жюри в этом году просматривали картины вместе со зрителями. Их появление в зале всегда сопровождается аплодисментами, а после просмотра аплодисментами фильму. За эти дни даже состоялась мировая премьера конкурсной картины. В кинотеатре «Синема Центр» прошла мировая премьера американского фильма «Холодный рубеж» участника основного конкурса кинофестиваля. В зеленом зале кинотеатра свободных мест не было. Стольких желающих посмотреть фильм шведского режиссера Микаэля Странберга в зал вместить не смог. И тогда вернулся в американскую компанию и сказал, вы знаете, ребята, это настолько уникальное место, настолько замечательное, просто удивительное. Вы просто никогда такого, никогда нигде не увидите, и просто нужно взять этот шанс. И вот мы приехали, и мы поехали с Егором, с Юрой, и приехал также со своей семьей, и дочку Сардану назвал в честь Якутии. И вот эта маленькая, младшая дочь зовут ее Сардана. И вот, говорит, мы поехали с Егором, с Юрой, и вот мы встретили таких замечательных людей, как Слава. Вы просто не представляете, что это за люди. Это люди, которые, вот мне кажется, да, что мы вроде бы хорошие люди. Но вот эти люди, они просто настолько настоящие, настолько вот, ну просто слов нету, вот насколько они хорошие люди. Профессиональная верная рука якутского оператора Юрия Бережнова не подвела в экстремальных северных условиях нашей республики. Его камера тоже стала героем фильма. По словам режиссера, первый публичный показ обязательно должен был состояться для якутских зрителей, в благодарность людям, которые помогали создать эту работу. Специально на премьеру приехал герой фильма из дальнего села Арка, Охотского района Хабаровского края. Там собрались, ну побольше на линии взяли, и мы ехали вместе с учреждением на Арке, там, где я живу. А что самое тяжелое было во время съемок этого фильма, и какие моменты вам запомнились? Много чего. Самое трудное. Самое трудное было. Дорога. Как вот съемки проходили? Там вся наша жизнь. Вот увидите, как мы живем. Фестиваль в регионе – это дело крайне сложное. То есть нужно пригласить гостей, нужно создать такую атмосферу кинематографическую, чтобы это было и профессионалам интересно, и, соответственно, чтобы зрители могли увидеть какие-то новые фильмы. Я наблюдаю за каждым фестивалем, который проходит в республике. Могу сказать, что огромную поддержку оказывает лично глава республики Егор Афанасьевич Борисов и Министерство культуры и духовного развития республики. Поэтому мне кажется, что без такой поддержки, во-первых, фестиваль бы просто не состоялось, а во-вторых, не было бы той самой атмосферы. Тех, кто присутствовал на открытии фестиваля, порадовал фильм «24 снега». Для широкого зрителя кинотеатр «Центральный» продемонстрировал «24 снега» на третий день фестиваля. Почитателей, любителей, фанатов было столь много, что яблоку было негде упасть. Людям интересна эта тема, и вообще увидеть нашу республику, она большая, необъятная. И вот такую вот увидеть сложную жизнь коневода, оленевода, в каких они в условиях живут. Я знал, что зал будет полный, и сейчас вот там, наверное, как вы видели, наверное, уже зал. Не то, что полный, там вообще битком люди в проходах стоят, там, не знаю, стулья откуда-то достали, нашли. Это хорошо, замечательно, на самом деле это радует. А фильм выйдет в прокате в вашем кинотеатре? Были такие разговоры с производителями? Планируем вот уже в сентябре даже, в конце сентября, в 20-х числах, 22-го, 29-го. Ну, по крайней мере, я уже сказал то, что мы покажем, поэтому у нас он точно будет. Я в восторге, гордость за нашу республику, за наших героев, людей простых. У меня это не случайный человек, а главный герой фильма является моим зятем. Поэтому мне было очень интересно посмотреть именно с другой стороны. Очень хороший фильм, прекрасный, как будто я был на севере. На одном дыхании все прошло очень хорошо, мне очень понравилось. Прошел парад фильмов, ждем фейерверка. Уже завтра мы узнаем имена победителей 4-го Якутского международного кинофестиваля.